хотите приготовить себе на зиму кусочек лета в банке вот такой обалденный густящий джем из черной смородины посмотрите вот такой замечательный делается легко и просто итак я только что собрала черную смородинку здесь у меня ее вот столько ведро сначала я не взвешивала но думаю она весит 300 примерно так значит если ягодка чистая если ягодка своя собрана как бы с верхних веточек я ее бывает и не мою но сегодня так получилось что и дожди были и многие веточки были прямо у земли поэтому сначала ягодку буду промывать ягодка должна быть чистенькая без веточек без листиков я собирала ее тщательно старалась но даже сейчас если что-то где вижу убираю промытые ягодки я буду порционно измельчать вот в таком измельчителе и перекладывать в кастрюлю так как сахар добавляется по весу один к одному ягодка у меня сладкая вот если ягодка кислая можно добавлять например на 1 килограмм ягоды кило двести сахара я буду делать один к одному значит порционно хорошо 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 прям в такую вот гладкую массу и перекладываем в кастрюлю вот так выглядит мое пюре с черной смородины я продолжаю это делать что еще хотел сказать если нет такого измельчителя можно конечно делать погружным блендером но этим мне нравится больше консистенция более гладкая я сторонник таких как сказать быстрых что ли рецептов не заморачивайся ни с каким не протиранием через сито не отжиманием через марлю не что-то такое потому что вся ягодка она полезная и в шкурке очень много именно пектина если ее хорошо 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 измельчить под народную массу она даже в джеме потом не будет чувствоваться значит моя задача чтобы меня было два килограмма пюре на которые положу два килограмма сахара остальную ягодку я сразу покажу я заморожу вот в таких замечательных контейнерах от мороженого кстати мороженое тоже это очень вкусная вот есть у меня конечно контейнеры покупают специальные с крышечками но это в этих тоже очень удобно все разложила и в морозилочку беру моя кастрюля весит 500 грамм здесь два килограмма смородиного пюре с маленьким хвостиком 50 грамм все теперь я сюда добавляю 2 килограмма сахара и хорошо хорошо перемешиваю весы у меня очень точные вместо 2 килограммов оказалось вот как вот такие у нас производители кстати это такое постоянно все хорошенечко перемешиваем кастрюлю ставлю на плиту на медленный огонь я включаю троечку из шести и аккуратненько помешиваю чтобы все это растворялось и уже варилась баночки под все заготовки я мою с содой и стерилизую в микроволновке чисто чисто мою и ставлю в микроволновку но вы знаете по-разному маленькие баночки можно поставить на три минутки обычно вот большие баночки такие я ставлю на 4 минуты вот их нельзя сразу доставать пусть они там немножечко остынут как раз пока я мою готовлю баночки делаю все одновременно не забываем обязательно помешивать вы знаете когда я что-то делаю я все-таки пробую на вкус а понадеялась я что у меня ягодка сладкая все-таки смородина ягодка кисло-сладкая поэтому я добавила еще где-то 200 300 грамм сахара вот все-таки заготовочки когда я делаю я пробую сахар растаял я увеличила огонь стройки на пятерку из шести обязательно буду помешивать крышечки я тоже хорошо мою содой вот так выкладываю их в тарелочку и перед тем уже как потом закрывать обдаю заливаю кипяточком вы знаете вообще насчет банок иногда я их не стерилизую а просто обдаю кипятком то есть прям наливаю в них так кипяточек она стоит и вот самим этим паром как бы стерилизуется как хотите хотите подстраховаться про стерилизуйте нет так можно и кипятком значит повторю джем у меня варится на пятерочки шести и вот он уже начинает закипать вы знаете вот все кто варит они убирают пенку я честно говоря не знаю вот объясните мне какой смысл в этом если мне кто-то вот прям объяснит я может быть тоже буду убирать если хотите убирайте это дело вкуса просто я не убираю вот сейчас он бурно закипит на пятерочки буду варить 10 минут и раскладывать по баночкам у меня 5 баночек вошли в микроволновку я их там на пяти минутах простерилизовала ответе уже закипает остальные баночки я обдам кипятком а еще и сегодня мариновала вот такие вот замечательные огурчики ссылочка на рецепт будет в описании вот так бурно накипал начинает кипеть вареница увеличивается в объеме я поставила на четверочку немножко огонь убавила ничего он все равно хорошо сварится вот вот поэтому никогда не нужно чтобы кастрюля была изначально полная потому что потом будет увеличиваться объем вот так аккуратненько раскладывают же по баночкам до самого-самого поверху чтобы было прямо вровень и сразу же закатываю в моем случае закручиваю баночки вот так перевернутом виде оставляю на столе до полного остывания вот столько баночек у меня получилось всем пока пока с вами была оля готовьте кушайте с удовольствием